Меня зовут Ольга Первухина, на текущий момент я являюсь руководителем службы по закупкам и логистике в производственной компании «Уралредмет». И сегодня я вам представляю мастер-класс «Как сформировать пул надежных поставщиков в четыре шага». План на сегодняшний мастер-класс. Мы с вами посмотрим, какие шаги можно предпринимать для того, чтобы сформировать пул надежных поставщиков, какие виды показателей для этого использовать и какие уровни критерия существуют. Кроме этого, также рассмотрим другие инструменты, которые можно применять для того, чтобы поставщики были и стали надежными. Для начала я бы хотела вообще в целом сформулировать цель данного мастер-класса. Собственникам, руководителям высшего звена и уровня будет полезно посмотреть, как концепцию формирования пул надежных поставщиков можно вставить в целом в стратегию компаний. На год, на два, на три, на четыре. И как это можно включить в общую концепцию стратегии компаний. Для линейных руководителей, для руководителей отдела закупок и снабжения, вы на примере увидите, как своими собственными силами вы можете заняться формированием пул надежных поставщиков. Даже если у вас в стратегии компании нет таких пунктов. Ну а для линейных специалистов, для менеджеров по закупкам, по снабжению, также будет полезно послушать с точки зрения того, что вы собственными руками, даже без инициативы вашего руководителя, просто благодаря каким-то знаниям, опыту, можете применять для того, чтобы с вашими собственными поставщиками работать, выстраивать с ними взаимоотношения для того, чтобы спустя какое-то время вы могли с уверенностью сказать, что ваши поставщики надежны. В целом, что такое управление поставщиками? Это набор принципов, процессов, инструментов, которые вам помогают организовать максимальную работу, выстроить взаимоотношения с вашими поставщиками, свести к минимуму риски, которые существуют в закупках, и управлять всеми расходами на протяжении всего же начинного цикла ваших взаимоотношений с поставщиками. Какие цели в управлении поставщиками существуют? Я их на данном слайде сформировала по группам. Первая группа – это касается точности. У нас всегда есть с вами цель быть точными. И в качестве того, что мы поставляем, во времени, в количестве. Кроме этого, безусловно, всегда у отдела закупок есть цель по экономии. На цене, на сопутствующих затратах, на оборачиваемости, на снижении, например, складских остатков. То есть цель, связанная с деньгами, с экономией этих средств. Также есть некий пул целей, который касается преимуществ, которые мы можем дать своему предприятию. В виде скорости поставок, в виде адаптивности к новым технологиям или к новым продуктам, которые производят наши предприятия, к тем новинкам, которые существуют на рынке, и мы можем предложить нашему внутреннему потребителю, нашему заказчику. И пул целей, который касается устойчивости цепи поставок. Здесь мы, безусловно, про риски, про альтернативные маршруты, про альтернативные вообще способы и виды снабжения предприятия, закупок на предприятии. Это, конечно, не весь исчерпывающий список целей, которые есть у закупок и есть в управлении поставщиками, но достаточно большой. Какая система управления поставщиками существует в теории и в практике? Здесь мы проходим через следующий этап. Сначала мы ищем поставщиков, потом их квалифицируем и проводим аудит. Выбор производим, внедряем их в нашу деятельность, то есть начинаем с ними процесс закупок. Затем управляем теми контрактами, которые мы заключили, говорим с ними про цену, про сроки, про иные условия, которые у нас в процессе деятельности с ними возникают. Далее, следующий шаг – это выстраивание некой программы развития с этим поставщиком, то есть куда мы будем идти, какие мы целевые показатели ему будем ставить, как этих показателей вместе с ним будем достигать. Все это невозможно без обратной связи и вообще в целом тесного и плотного взаимодействия с этим поставщиком. Вся наша программа и вся наша деятельность обязательно должна быть оцениваться, оцениваться деятельность поставщика. Ну и на основании этой оценки проводить некую мотивацию. Это вот восемь таких постулатов того, как должна развиваться взаимоотношение с поставщиком. Как у нас происходит на деле. Заливка показывает, как данный этап из системы управления поставщиками в действительности на российском рынке используется. То есть поиск, квалификация, выбор, управление контрактами в целом на нашем рынке предприятия внедряют, используют, занимаются этими областями управления поставщиками. А вот нижний сегмент – это по программы развития обратная связь, мотивация. Только исключительные поставщики, которые находятся на высоком уровне развития, прошу прощения, исключительные закупщики, да, исключительные компании, которые находятся на высоком уровне развития как самой компании, так и отделы или службы закупок в этих компаниях занимаются этими моментами. То есть развивают своих поставщиков, заботятся об этой программе, дают им обратную связь. Но, к сожалению, это самые большие и крупные компании-производители на российском рынке. Но именно надежность поставщика будет гарантироваться и обеспечиваться только в том случае, если вы как раз занимаетесь программами развития, даете обратную связь этому поставщику и тем самым мотивируете его на достижение тех целей, тех показателей эффективности, которые вы ему ставите. Поэтому я бы хотела сделать акцент на том, что поиск, квалификация, выбор – это все прекрасно, но управление деятельностью, программы развития деятельности, именно они обеспечивают и повышают надежных наших поставщиков. Итак, как в целом, с точки зрения исторического процесса, происходит вообще формирование пула поставщиков и как потом этот пул превращается в надежный? Давайте разберем. Вот у нас с вами есть некий лонглист, то есть ставится перед нами задача найти некое ТМЦ, работу или услуг. Мы выходим на рынок, начинаем искать всех возможных производителей, поставщиков, дилеров, дистрибьюторов. У нас образуется с вами некий большой пул всех возможных поставщиков – лонглист. А затем практически всегда, практически уже на всех предприятиях есть некий критерий квалификации. И пропуская всех этих поставщиков через критерии квалификации, у нас с вами отсекаются те, которые не прошли эти критерии. И остается более укороченный уже список, так называемый рынок компаний, то есть тот рынок, с которым мы уже дальше можем работать. Затем мы уже на основании критериев выбора, что это и как это, это тоже у каждой компании свои некие критерии выбора. Мы о них тоже поговорим чуть позже. Снова происходит некое отсечение компаний, которые не прошли эти критерии выбора. И здесь у нас образуются уже поставщики, у которых мы реально можем закупать, которые прошли по цене, по качеству и так далее. Мы закупаем этих поставщиков и чаще всего на этом этапе, к сожалению, большинство компаний останавливаются. У меня есть полупоставщиков, я у них покупаю то одного, то второго, то третьего, то вот мне один нравится, я беру только у него. И меня вполне все это устраивает. Но на самом деле история намного глубже. История заключается в том, что есть еще критерии оценки деятельности. То есть мы взяли у него некий объем один-два раза, оценили, как он работает, как оперативно связь с ним ведется, как у него с качеством, готов ли он снижаться по цене, готов ли пересматривать иные условия. И вот здесь как раз мы уже занимаемся оценкой. И это позволяет нам сформировать надежных поставщиков. Исходя из этих этапов, я бы хотела дальше и выстроить нашу работу, а какие именно критерии мы можем предъявлять в момент квалификации, в момент выбора, в момент оценки деятельности, для того, чтобы как раз выйти в эту благоприятную зону, где мы можем говорить, что все наши поставщики теперь надежны. Поэтому на первом этапе, когда мы говорим про аккредитацию, то есть это первый первичный выбор тех поставщиков из лонг-листа, которые мы сформировали в самом начале. И что же мы здесь с вами на этом этапе будем оценивать? Мы здесь будем оценивать самые первые признаки и критерии. Это благонадежность и безопасность. С помощью чего мы будем оценивать? С помощью регистрации, налогов, лицензий, сертификатов, балансов, отчетности. Чаще всего мы всегда с вами это делаем. Запросить БУК-баланс, посмотреть, что у них там на СБИСе происходит, попросить наших безопасников или юстров проверить их по иным базам, посмотреть, есть ли у них какие-то судебные разбирательства и так далее. То есть на этапе аккредитации с помощью этих критериев чаще всего мы так и действуем, так это и работает. Затем у нас идет этап квалификации. То есть у нас на этапе аккредитации тоже произошел какой-то сорсинг, какой-то поиск и некий фильтр. Затем мы идем к этапу квалификации. Что такое этап квалификации? Здесь мы с вами оцениваем способность выполнить поставку. То есть в целом поставщик благонадежен с точки зрения его документации, а с точки зрения его реальной деятельности он вообще сможет нам эти объемы привести. Вот это мы как раз с вами оцениваем на этапе квалификации. И здесь мы используем критерии в виде того качества, которое он предъявляет согласно сертификатам или ЭТУ, которое он дает, какая у него производственная компетенция, технологическая компетентность, квалификация персонала. Есть ли история про управление качеством, вообще есть ли служба ОТК как минимум, некую корпоративную ответственность их оцениваем с точки зрения инноваций. Ну это тоже такой уже глубинный уровень, до которого не все компании доходят, но на уровень квалификации также было бы неплохо оценивать, как с точки зрения инноваций предприятие себя чувствует и вообще использует ли какие-то новинки на рынке в своем собственном производстве. После квалификации, при запросе вот этих документов, либо возможно какого-то выездного аудита, да, также происходит некий дальнейший выбор поставщиков, сужение круга этих поставщиков. Потом мы переходим непосредственно к выбору, да, иногда это бывают некие конкурсные листы, коммерческие торги, какие-то телефонные торги. Здесь мы уже с вами больше будем говорить про коммерческую выгоду, про цены, про совокупную стоимость владения, про сроки, про условия оплаты, про сроки поставки, про нормы отгрузку, про условия доставки. Таким образом, это тоже очень часто на всех предприятиях это работает, все это делают, все этим пользуются. И вот следующий этап, это у нас с вами деятельность. И было бы здорово, и вообще для того, чтобы как раз эти все поставщики, которые прошли аккредитацию, квалификацию и выбор, они на этапе выбора еще пока ненадежны. Потому что на этапе выбора вы только поняли, что они смогут поставить по тем ценам, которые они заявляют, и эти цены, и условия, и сроки вам выгодны, вам они подходят. Но это еще не показатель надежности поставщика. Показатель надежности поставщика, это когда уже мы его оцениваем с точки зрения эффективности деятельности. Смотрим качество поставок, смотрим соблюдение сроков, соблюдение иных обязательств, работа по... Если качество нас не устраивает, как они меняют некачественную продукцию, как они вообще взаимодействуют на этом уровне. Готовы ли они заниматься ценообразованием, изменением этого ценообразования. Готовы ли они выполнять некие показатели эффективности. Вот именно на этапе деятельности и на этапе оценки их деятельности у нас с вами начинают формироваться надежные поставщики. Хочу вам задать такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, исходя из вашей практики, из вашей текущей деятельности, напишите, пожалуйста, в чате вопрос на ответ. На каких этапах вы оцениваете своих поставщиков? Буквка А, если на этапе аккредитации, К, если на этапе квалификации, В, на этапе выбора, Д, на этапе деятельности. Может быть, на каких-то двух, на трех или на всех четырех. Давайте обменяемся вашим опытом. Мария, помогайте, есть ли кто-нибудь в чате, что-нибудь нам пишет. Анна написала на всех. Прекрасно. Очень рада за вас, за ваше предприятие. Я, конечно, не хочу спойлерить, но у меня вопросы. Чаще всего по опыту вашему, на каком этапе? На первых трех. На первых трех. Да. Если у вас на всех, это очень прекрасно, значит, вы движетесь, правда, к полу надежных поставщиков. Это очень хорошо, исходя из моей практики, вот на выборе оценка заканчивается. В первую очередь, а дальше уже зависит от результата аккредитации. Спасибо за ваши ответы. Давайте двигаться дальше. Дальше я бы хотела с вами поговорить не просто о критериях, а прям о показателях, которые существуют на каждом этапе. Можно выделить три показателя, вида показателей. Первые показатели – это коммерческие показатели. Второй – поведенческие показатели, то есть то, как себя ведет поставщик, как он с нами общается. И показатели отношений. Давайте разберем, что именно это на каждом из этапов. Итак, на этапе аккредитации коммерческим показателям будут относиться это финансовые риски, лицензии. Поведенческие показатели мы можем оценивать по курсу на устойчивое развитие и промышленную безопасность. То есть в целом у нашего поставщика, как с промышленной безопасностью занимается ли он этой темой. А показатели отношений – это как подавались документы, насколько быстро, насколько эффективно, в полном ли объеме, в должном ли качестве, нужных ли периодов и так далее. На этапе квалификации коммерческими показателями будут это, вообще что за предприятие, имейте в виду поставщик, производитель, дилер, торговый дом и так далее. Где он находится? В нашем регионе, в соседнем регионе или в каких-то иных областях, странах, например. То есть его локализация. Какие у него сроки производства, какая минимальная партия? Это все будет коммерческими показателями. Поведенческие показатели на этапе квалификации вы можете судить по его репутации и этике, усовершенствованиях, которые он производит на своем предприятии и его компетенциях. А показатели отношений – это вообще готовность к сотрудничеству с вами, к некой проектной возможной деятельности, по улучшениям с вами. Поведенческие и показатели отношений всегда очень хорошо оценить с точки зрения того, как он с вами общается. По электронной почте или вы, может быть, созваниваетесь, лично приезжаете на встречи. Как часто это происходит, как быстро это происходит, насколько быстро он может, не знаю, на ВКС, по Зуму с вами выйти, чтобы обсудить какой-то вопрос, подключает ли он к этим вопросам технорей свои. Это все будет относиться к показателям отношений. На этапе выбора коммерческая часть – это, конечно, цена, доставка, условия поставки, частота этих поставок. Поведенческая – это насколько гибок он, насколько он готов изменить, не знаю, свою минимальную партию. Или, например, способ доставки для того, чтобы вашим требованиям соответствовать. То есть, насколько гибок поставщик с точки зрения изменения коммерческих показателей. А показатели отношений – это вообще готовность к интеграции. Готов ли он, например, пустить вас на свое производство, чтобы вы посмотрели и оценили, как у него выстроена внутренняя логистика. Готов ли он вообще вам показать свои технологические процессы, чтобы тоже, может быть, с чем-то синтегрироваться. На этапе деятельности к коммерческим показателям будут относиться качества, сроки и снижение затрат. Поведенческие показатели – это оперативность и вообще в целом оперативность решения проблем, которые возникают, или иных других вопросов. Показателям отношений будет относиться плотность взаимодействия и наличие неких проектов. Да, вот тонкая грань между показателями поведенческими и показателями отношений. Существует некая тонкая грань. Но при этом все равно есть определенные разграничения. Поведенческие показатели – это всегда они больше относятся к тому, насколько он адаптивен к тем требованиям, которые вы ему предъявляете. А показатели отношений – насколько он готов к интеграции, к сотрудничеству, к плотным контактам с вами. И я в очередной раз вас хочу спросить, а как на вашем предприятии, исходя из вашей практики, разделяете ли вы вообще показатели на коммерческие, поведенческие показатели отношений, и оцениваете ли вы эти показатели на всем жизненном цикле отношений с поставщиком. Вообще, была ли у вас практика, что вы оцениваете не только деньги, была ли у вас практика оценки еще поведения и отношения вашего поставщика с точки зрения его благонадежности по проектной деятельности, с точки зрения его инноваций, гибкости. Коммерческие – все, что касается цифр, сроков, денег. Поведенческие – все, что касается усовершенствования, гибкости, решения проблем. А показатели отношения с точки зрения того, как он с вами общается, как быстро реагирует, как и в каком объеме предоставляет информацию, насколько готов интегрироваться, кооперироваться. В основном коммерческие, да. Ну да, и моя практика на самом деле тоже показывает, что чаще всего, чаще всего мы смотрим только на коммерческие показатели. Только на коммерческие показатели. Хотя поведение поставщика тоже на самом деле влияет и на наши личные, их взаимоотношения, да. Время поставщики. По-моему, опыт и поведение тоже играет немаловажную роль, Валерия пишет. И Анна говорит, что время поставщика, увы. Ну, безусловно, это все, конечно, про время и про наши взаимоотношения, но это все тоже важные показатели. Подумайте об этом, подумайте, как вы можете сейчас уже начать оценивать ваших поставщиков не только с точки зрения коммерческой, но и поведенческой и показатели отношений, да. Может быть, не видеть оцифровки этих показателей, но хотя бы в виде вашего личного, субъективного, профессионального опыта. И какие существуют вообще уровни критериев этих оценки? Первый уровень критерий – это самые базовые показатели. Стоимость, качество, логистика, технология, спецификация. Следующий уровень, ну, первый уровень критерий, я уверена, что каждый из вас, безусловно, оценен. Второй уровень критерий, критерий уже более глубокого порядка к про стоимость. Здесь мы с вами будем уже просить их показать производственную деятельность, какие показатели производственной деятельности у них есть, как они проводят общий анализ затрат, количество и качество их непосредственных поставщиков. То есть здесь как будто бы мы погружаемся на уровень, а какие поставщики наших поставщиков, да. То есть мы уже здесь будем говорить больше про цепочки, поставок. То есть не просто наш первый поставщик, а поставщик нашего поставщика. Насколько он тоже надежен, насколько он соответствует количественным, качественным критериям. И какой сервис вообще представляет поставщик, да. В системе качества на первом уровне мы оцениваем просто качество, а вот второй уровень – более глубокое погружение. Здесь как обеспечивается это качество, за счет чего, за счет каких технологий, требований, внутренних регламентов, которые существуют на предприятии нашего поставщика, да. Какое качество поставляемых запчастей на те, на то оборудование, на котором производится продукция для нас, у нашего поставщика, да. То есть критерии второго уровня – это более уже глубокие критерии, которые даже больше погружаются в производственные особенности наших поставщиков и в их коммерческую часть, их взаимодействие с их поставщиками. В логистике мы с вами будем говорить, безусловно, про логистические услуги, про систему, про экологию, про сервис, про сроки поставки. В технологиях это будут уже технические оценки, технологические оценки, возможно, технические аудиты независимыми организациями, которые также нам позволят более широко взглянуть на нашего поставщика с точки зрения технологий. Ну и специфика, то есть некий специфический критерий предпринимательской деятельности этой компании, да. Здесь мы будем с вами говорить про то, как они относятся к экологии, занимаются ли они сервисными услугами, да, насколько они хороши в постобслуживании, например, да. То есть более глубокое специфическое погружение в их постпродажные услуги. И также мы с вами должны говорить о том, что могут быть некие третий уровень критерий, дополнительные критерии, которые вы самостоятельно разрабатываете, исходя из специфики ваших закупаемых ДМЦ, или исходя из специфики вашего предприятия. Может быть, у вас на предприятии существуют некие специфические критерии, которые вы предъявляете к своим поставщикам. Они как раз будут относиться к третьему дополнительному уровню критерий. Здесь давайте, чтобы, так сказать, закрепить наше с вами общение. Скажите, пожалуйста, критерий какого уровня вы используете в своей работе? То есть первого уровня просто говорите про стоимость, качество, логистику, технологию. Критерий второго уровня более глубоко погружаетесь в специфику производства вашего поставщика, в специфику работы вашего поставщика с его поставщиками. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, какого уровня критерий чаще всего вы используете в своей деятельности, в своих предприятиях, в своих закупках. Да, здесь уже посложнее, да, как будто бы ответить, потому что тут надо поразбираться вообще, что к чему относятся. Но исходя из своей практики, ровно так же могу сказать, что именно критерии первого уровня, мы чаще всего только с ними работаем. Критерии второго уровня, ну, на моем предприятии мы также используем, но с поставщиками, например, сырья, да, нашего основного, так сказать, объема закупа, это сырье. И вот здесь мы очень часто выезжаем, делаем технические, технологические оценки их предприятий, запрашиваем, из какого сырья они делают сырье для нас, да, то есть где добывается сырье, которое они перерабатывают для нас. То есть частично критерии второго уровня тоже начинаем использовать. Это очень помогает вообще проникнуться тем, как поставщик работает, хорошо он работает, готов ли он вообще делиться этой информацией. Это ровно так же говорит о нем, как о надежном, либо о не очень надежном поставщике. Валерия пишет в чат, я работаю непосредственно с иностранными поставщиками напрямую, поэтому думаю, что больше использую критерии первого уровня. Ну да, Валерия, я согласна с вами, что да, большинство использует критерии первого уровня. Мы также работаем вот с поставщиками про сырью, иностранными поставщиками, но так для нас очень важна качество нашего сырья, то мы вот в этом плане, конечно, в их технологию и в их специфику очень сильно стараемся погружаться, особенно с теми, которые поставляют основной объем, либо те, которые собираются увеличивать объемы поставок для нас. Это тоже очень важно. И с иностранными поставщиками это тоже прекрасно работает. Может быть, даже иностранные поставщики чаще более открыты критериям второго уровня, и вообще, когда мы погружаемся в их производство, им это интересно, они в этом заинтересованы, и чаще все очень легко и прекрасно откликаются на наши такие запросы. Спасибо вам за вашу обратную связь. Давайте двигаться дальше. А дальше я бы вам хотела как раз на примере, на примере закупок по моему текущему предприятию показать, как мы опробировали у себя ту технологию, про которую я вам сейчас только что рассказала. То есть оценка поставщиков на каждом этапе и с использованием коммерческих, поведенческих и показателей отношений. Итак, давайте некую небольшую вводную часть про наших поставщиков. Здесь я вам буду рассказывать о поставках бочки стальной 200 литров. Она у нас используется для упаковки нашей готовой продукции. Достаточно существенный объем поставок у нас здесь, и здесь очень важна бесперебойность поставок, качество этих бочек, потому что наши клиенты предъявляют жесткие требования к состоянию тара, в которых поставляются наши готовые продукции. Итак, поставщик номер один. На протяжении многих последних лет в основном предприятие работало с этим поставщиком, так как в какой-то момент решили, что он нас вполне устраивает, вроде нормальная приемлемая цена, он недалеко территориально от нас находится, достаточно быстрое. Поставки осуществляют короткое плечо поставки, поэтому всех устраивало. И даже, к сожалению, были периоды, когда при закупе очередной партии даже не запрашивались предложения других поставщиков, хотя другие поставщики существуют на рынке, они есть в списке разрешенных поставщиков нашего предприятия. Но, к сожалению, такая была практика, что такое бывает. Итак, просто на первом вводном этапе мы решили оценить поставщика нашего, вот этого первого текущего. Здесь, значит, приведены те показатели, которые мы определили. Это первый уровень, коммерческие показатели. Приведены показатели в виде качества продукции, цена, сроки, условия оплаты, возможность неплановых поставок, возможных поставок отдельными комплектующими, удаленность этих поставок. Отдельные комплектующие имеются в виду крышки отдельно, запорные устройства отдельно для этих бочек. К каждому из показателей мы присвоили свой удельный вес, оценивали показатели от 1 до 10, где 1 – это очень плохо, 10 – прекрасно. И затем, умножив на удельный вес, у нас появилась оценка по критерию и некий итоговый показатель. У данного поставщика он сформировался на уровне 5,4. Кроме этого, мы вспомнили про нашего второго поставщика, запросили у него новое коммерческое предложение обновленное, уточнили у него про сроки, про цены и так далее, и ровно так же по тем же самым критериям, с тем же удельным весом оценили его показатель. Его показатель итогово сформировался на уровне 4,8. И третий поставщик, номер 3, с которым мы не работали, но он у нас существовал в списке наших разрешенных поставщиков, то есть согласно технологии мы могли с ним работать, но он ни разу за всю пятилетнюю историю, как у нас сформировался список поставщиков по этой таре, мы с ним ни разу не работали. Мы решили запросить у него коммерческое предложение, с ним пообщались, он нам дал коммерческое предложение, и исходя из вот этой первичной работы с ним, мы его оценили, и итоговый показатель коммерческого уровня у него был на уровне 5,65. Исходя из этих критериев, мы даже очень удивились, что поставщик номер 3 имеет более высокий рейтинг, чем поставщик номер 1, с которым мы регулярно работали, и которого мы считали очень надежным. На основании коммерческого предложения поставщика номер 3 мы увидели экономию снижения цены на 21%, что уже существенно отразилось вообще на объемах наших закупок и на стоимости наших закупок. Кроме этого, мы оценили показатели второго уровня, это поведенческие показатели, от 1 до 10. Каждому из них на основании, да, своей субъективной оценки, исходя из опроса специалиста по закупкам, который ведет эту категорию, и исходя из оценки начальника отдела закупок, который тоже непосредственно принимал участие в переговорах. Их некую субъективную оценку мы усреднили и проставили. И также оценили показатели отношений, также от 1 до 10. Итого общая оценка у нас получилась, что поставщик 1 – 10, поставщик 2 – 10, а поставщик номер 3, с которым мы до этого ни разу не работали – 13. Мы очень удивились этому, очень порадовались. Безусловно, следующую партию мы закупили у поставщика номер 3, разделив объемы между поставщиком на номер 1, потому что решили себя немножко подстраховать с точки зрения качества продукции. На основании этой первичной нашей оценки мы для себя решили предпринять следующее мероприятие. Провести переговоры по цене оплаты с первым и со вторым поставщиком, то есть прям непосредственно приехать к нему, поговорить с ними именно про эти условия. А также с поставщиком номер 2 и номер 3 поговорить про сроки и про возможности резерва, потому что у этих поставщиков сроки были больше, чем у поставщика номер 1. Ну и для себя мы решили создать некий страховой запас, чтобы как раз не зависеть от короткого логистического плеча поставщика номер 1 и от его коротких сроков, потому что поставщики номер 2 и 3 пока на текущий момент не могли нам обеспечить тех быстрых сроков, которые мы хотели. Мы хотели получать продукцию с колес, и на тот момент у нас не было страхового запаса, поэтому мы решили обратиться к руководству с тем, чтобы согласовать норму страхового запаса. Какие были итоги по этих мероприятиям? Значит, по переговорам по цене. Поставщик номер 1 категорически отказался изменять цену. Поставщик номер 2 снизил цену примерно на 3%. По условиям оплаты. Поставщик номер 1 до этого всегда просил 100% предоплату, сейчас был готов уйти на 50 на 50. И поставщик номер 2 ровно так же у него было как раз 50 на 50, и он с нами в процессе переговоров, в результате их переговоров ушел на 100% постоплату. Что касается сроков и возможностей резерва, то поставщик номер 2 сказал, что у него возможности по сокращению производства нету, и держать некий для нас резерв он тоже не может. А поставщик номер 2 сказал, что да, он может перестроить свою производственную цепочку и на часть объема давать на более короткие сроки. То есть делить весь наш большой месячный объем на несколько поставок, каждая со своим сроком. И нам удалось с руководством договориться, и мы создали небольшой страховой запас, но по крайней мере, который обеспечивал нам возможность для проведения следующих маневров. На основании проведенных переговоров с поставщиками, на основании поставленных объемов от поставщика номер 3, мы провели второй этап оценки поставщиков под тем же самым критерием, под тем же самым удельным весом. Белым подсвечены те показатели, которые улучшились у поставщика номер 2 и номер 3. Сокращение сроков поставки поставщик номер 3 еще нам обеспечивал. И итого, кроме этого мы провели, конечно, поведенческие показатели, оценили, и показатели отношений. Они ровно также подсвечены белым, то, что изменилось. Итого, что мы увидели? К сожалению, у поставщика номер 1 общий результат снизился. У поставщика номер 2 и 3 показатели увеличились. Мы не остановились на этом. Мы решили, что необходимо дальше продолжать программы развития с поставщиками. Как видите, мы не отказались ни от первого, ни от второго, ни от третьего поставщика. Мы ровно также продолжили с ними дальше общаться на тему. Возможно ли внеплановые поставки? Еще раз хотели с ними обсудить, возможно ли, чтобы они хранили некую часть наших объемов у себя на предприятии, потому что бочки достаточно крупные, 200 литров, и нужно достаточно много площадей для того, чтобы хранить эти объемы. Нам у себя не очень хотелось их хранить, и мы подумали, не поговорить ли об этом с нашими поставщиками. И также продолжить разговор про возможность дробления партий. То есть до этого всегда все объемы привозились большими фурами, сразу большой объем. Мы хотели поговорить с поставщиками, могут ли они более мелкими машинами, но более часто возить нам наши объемы. В результате поставщик номер один ни на какие изменения условий не согласился. Поставщик номер два и поставщик номер три отказали в хранении объемов на их территории или в неком резервировании этих объемов у них. Но при этом они пошли посчитать, возможно ли дробление партий, возможно ли использовать другие виды доставки, другие способы доставки для того, чтобы привозить более мелкие партии. Они пока пошли думать, пока считают. После этого этапа переговоров мы ровно так же снова провели оценку под тем же самым критерием и удельным весом и ровно так же увидели некие определенные снова сдвиги и изменения. Поставщик номер один по итоговой своей оценке остался без изменений, а поставщик номер два и три свои показатели продолжил увеличивать. То есть таким образом мы поставщика номер три из поставщика, который в целом не был в пуле наших рабочих поставщиков, он превратился в нашего надежного поставщика. Он теперь стал поставщиком первого порядка, а поставщик номер один и два они стали уже нашими альтернативными поставщиками. И на каждом этапе и на каждом пункте нашей программы развития взаимоотношений с поставщиком мы в обязательном порядке давали им свою обратную связь, благодарили их за те результаты, которые нам уже удалось достичь, давали им обратную связь о том, что у нас есть определенные программы развития поставщика и что с нашими поставщиками нам бы хотелось, чтобы они тоже двигались нам навстречу. Таким образом, благодаря нашей работе и благодаря тому, что мы сами для себя ставили некие новые цели и задачи, нам удалось достигнуть того, что, во-первых, мы сэкономили в целом на закупе, да, снизили цены, мы увеличили надежность поставщика благодаря тому, что мы с ним плотно работали и он шел навстречу всем нашим рекомендациям. Наши взаимоотношения стали более плотнее, они вышли на другой уровень. Но мы на этом сегодня не останавливаемся. Для себя мы приняли решение, что мы хотим теперь подумать об изменении технических характеристик наших бочек. У нас сейчас бочки закупаются толщиной 1 мм, толщина металла, из которых делается бочка. Мы хотим, поговорили уже с нашим производством, они подтвердили, что это возможно, снизить толщину до 0,8 мм. И сейчас мы работаем с поставщиками именно в этом плане, снижаем технические характеристики, технические требования с тем, чтобы снизить цену. На сегодняшний день, предполагаемая экономия от этого может быть 5-8% от общей стоимости. Кроме этого, мы поняли, что нам необходима порой поставка отдельных комплектующих, потому что иногда крышки мнутся в процессе того, когда мы упаковываем, либо запорные механизмы ломаются. И раньше мы просто брали новую бочку и в новую бочку снова упаковывали продукцию. Но сейчас мы решили, что это экономически невыгодно, что проще закупить отдельные комплектующие и если помялась верхняя крышка, то просто взять верхнюю крышку, а не всю целиком взять бочку. Ну и мы для себя решили, что все-таки мы будем продолжать продвигать тему изменений минимальной партии. Продолжать, возможно, мы тогда логистику возьмем на себя. Вот сейчас у нас такие планы. Ключевая... А можно я пока... Вот просто у меня вопрос по ходу пьесы возник. Я правильно понимаю, что это некий получается аудит поставщиков? И с какой периодичностью можно его проводить? Ну там рекомендация раз в год, не знаю, раз в два года? Или это не совсем корректная такая терминология? Нет универсальных сроков, когда проводить этот аудит. Нет универсальных сроков. Моя такая как бы концепция жизни и концепция работы – это что при каждом контакте с поставщиком, при каждом контакте с поставщиком ты можешь продолжать улучшать условия. Ты можешь продолжать давать ему обратную связь, получать от него обратную связь. И это все будет улучшать ваши взаимоотношения, увеличивать его благонадежность, либо уменьшать. То есть тут, как показывает даже мой пример, то есть поставщик один. Сейчас поясню свою мысль. Вот у вас три поставщика. У вас там поставщик С стал ведущим, который стал по всем своим показателям, он ключевым стал поставщиком для вас. Вот, например, вы живете, живете, и вы получается как бы, ну вот вы же на этом не остановитесь, вот вы посмотрите толщину металла, отработаете это, и вот у вас уже все характеристики отработаны. Например, все еще С поставщик 3 является ведущим, и два альтернативных. Как бы, вот вы сколько времени с ними проживете, прежде чем вы начнете на них по новой смотреть? Понятно, что я говорю? Да. Вот этот пример, это мы начали с ними заниматься с марта этого года. Вот если во временных рамках... Да, я поняла, большое стоящее. Да, то вот эти три этапа оценки, которые мы прошли, это у нас с марта этого года. То есть фактически вот 6-7 месяцев планомерно мы вот так вот с ними работали. И вот сейчас достигли неких новых показателей. Поэтому я говорю, что здесь, наверное, не может быть... Ну, давайте скажем так, минимум один раз в год вы должны проводить оценку всех своих поставщиков. Я поняла, спасибо. Минимум один раз в год давайте их оценивать. Вот. А максимума не существует. Все, конечно же, зависит от того, тем более все равно же рынок меняется. Я не удивлюсь, если завтра вместо бочек 200 литров мы вообще начнем фасовать какие-нибудь другие, не знаю, не бочки, а барабаны уже. Да. Или вообще некая третья тара. Или вдруг у нас бочки станут оборотной тарой. И тогда у нас вообще как бы объемы поставок здесь снизятся. Следовательно, для нас это будет уже не основным поставщиком, а поставщиком, который находится в хвосте закупок. И мы к нему вообще уже другие принципы будем применять. Поэтому нет универсального показателя. Но давайте скажем так. Минимум раз в год оцениваем наших поставщиков. Договорились? Окей. Спасибо за вопрос. Спасибо, да, за уточнение. Рада, что интересует эта тема. Итак, еще раз повторю ключевую мысль, да, что любая оценка, она вам дает количественные показатели, которые, оцифрованные показатели, они всегда дают некий результат и понимание того, что в целом происходит. Без оценки показателей, без того, что вы это превратите в цифры, оценки не существует. Если оценка не выражена в виде какой-то конечной некой цифры, то ее, значит, не существует. Значит, оценка поставщиков не проводится. Значит, вы не можете создать пул мероприятий, подсветить, да, вот как вот тут вот у нас были подсвечены, а где провалы у поставщиков, с какими из них надо поговорить по цене, а с какими поговорить про сроки поставки. Вот такая комплексная подход, когда вы видите просто голые цифры, вы можете сконструировать ваши планы развития и те мероприятия, которые вы будете с поставщиками осуществлять. Итак, давайте я еще раз суммирую, что мы с вами поговорили, что существует четыре шага, на которых мы производим оценку. Аккредитация, квалификация, выбор, деятельность. Деятельность очень важна, да. Как вы видите в моем примере, мы фактически с вами затронули выбор и деятельность, да. А вот аккредитация и квалификация, она осталась за рамками моего примера, потому что чаще всего это хорошо известные показатели и критерии для наших закупщиков. Затем необходимо проводить оценку не только коммерческой части и коммерческих показателей, но и поведения и показатели отношения нашего поставщика. Ну и существуют уровни критерий, первый уровень и второй уровень. В моем примере на первых этапах у нас с вами был затронут только первый уровень показателей, а вот на этапе два, когда мы с вами, ой, прошу прощения, а вот второй уровень критериев, это как раз был пример, когда я вам рассказывала о том, что мы решили изменить технические требования к бочкам, где мы толщину меняли. Вот это уже для вас пример того, как работать с критериями второго уровня. Это существовала одна модель того, как вы можете оценивать своих поставщиков. Для вашего развития, для того, чтобы вы понимали, что это не единственная модель, существует также модель 10C, модель оценки поставщиков по Рео-карте. Он здесь, ну, на слайде приведены те 10 шагов, которые вам требуется оценить для того, чтобы понять, насколько ваш поставщик надежен, благо надежен, насколько вы вообще его оцениваете. Тоже такая модель для того, чтобы вы понимали, что несколько существует инструментов и подходов к оценке поставщиков. Но также я бы сегодня с вами хотела в оставшееся небольшое время поговорить о том, а в целом, как еще, какие инструментарии вы можете применять для того, чтобы сформировать пул надежных поставщиков. Ну, например, вы не занимаетесь оценкой, да, не оцифровываете своих поставщиков. Но тогда, безусловно, вам надо поработать с рисками, управлением рисками. То, как вы их оцениваете, эти риски, какой план корректирующих и предотвращающих мер вы составляете, как вы учитываете эти риски в договорах и контрактах с вашими поставщиками, ну и в целом, как вы мониторите эти риски. Да, для того, чтобы вообще понять, какие риски у вас существуют, вам необходимо пройти следующий этап. Вам нужно определить вообще все риски, которые существуют, исходя из вашей истории. Проранжировать эти риски по различным критениям, по степени критичности, по влиянию на производство, по финансовым потерям, по упущенной выгоде. Оценить управляемость этими рисками, то есть можете ли вы вообще, в принципе, работать с этими рисками или этот риск не в вашей зоне управления. Ставить карту рисков, да. Карта рисков, ну вот обычно, классическая карта рисков, да, две оси. Влияние, величина потерь. И вторая ось – это вероятность вообще возникновения этих рисков. И таким образом у вас образуется зеленая зона, малый риск, малая вероятность возникновения, небольшие потери, да. Здесь вы проводите периодический мониторинг. Есть желтая зона, посередине проходящая. Здесь вы занимаетесь уже более регулярным мониторингом, разрабатываете план действий. И есть красная зона, то есть и высока вероятность наступления этого риска, и высокие потери, если этот риск совершится. И здесь вам в обязательном порядке нужно составить план действий и постоянно их мониторить, да. Что такое вообще предотвращающие, уменьшающие и восстанавливающие меры и вообще мероприятия? Как раз те причины, которые могут повлиять на возникновение риска, здесь вы должны заниматься предотвращающими мерами. Если сам риск наступил, здесь у вас необходим план действий, чтобы уменьшить их, то есть уменьшающие меры. И мероприятия, которые будут работать с последствиями от этого риска, от возникновения этого случая, то есть восстанавливающие меры. Давайте тоже на примере вам приведу. Риск срыв сроков поставки. Как мы можем предотвратить наступление этого риска? Безусловно, проводить квалификацию поставщиков, да, аудит поставщиков. Помните, мы с вами говорили, что мы оцениваем, они вообще могут нам произвести и в какие сроки они могут произвести. Это у нас с вами как раз были показатели, которые мы оценивали на этапе аккредитации. Даже не на этапе выбора, а на этапе аккредитации. Необходимо, безусловно, контролировать в целом выполнение заказов, да, то есть не в тот день, когда вам поставщик должен был привезти, вы должны связаться с поставщиком, а как бы заблаговременно предусмотреть, что вот через неделю он мне должен привезти, позвоню-ка я ему сегодня, узнаю, он вообще как у него там дела-то. Да, и безусловно, у вас должна быть конкуренция, у вас должны быть распределены объемы между поставщиками, которые также вам минимизируют риск срыва срока поставки. Если этот риск уже наступил и поставщик сорвал сроки, какие меры вы можете предпринять для того, чтобы уменьшить ситуацию, уменьшить критичность этой ситуации? Увеличить товарные запасы и нормативы, да, с производством поговорить, могут ли они изменить производственную программу, чтобы сейчас, например, не использовать это сырье, а заниматься производством другой продукции, в которой используются другие виды сырья, да, либо увеличить сроки выполнения заказов для клиентов, да, то есть уже продажники вашего предприятия поговорят с клиентами и спросят, а можем ли мы вам поставить чуть позже, чем у нас оговорено, да, то есть уменьшающую работу провести. И если сорвались сроки, как восстановить вообще все происходящее? То, безусловно, это штрафные санкции, вообще те обязательства, которые у вас прописаны в договоре, прописаны ли они, и что именно там прописано. Ну и срочная закупка у альтернативного поставщика, но у вас должен быть альтернативный поставщик, а он у вас будет, если вы занимаетесь конкуренцией и в целом у вас есть некий пул поставщиков, а не просто вы одного покупаете. Вот такой пример может быть по мерам, по рискам. Как мы уже с вами говорили, как вы можете увеличить надежность ваших поставщиков? Это прописать определенные, нужные, важные для вас критерии в контрактах, договорных документах с вашими поставщиками, да, про неустойки, про гарантии, возможно гарантии банка они вам будут давать, да, если это, например, не знаю, у вас там стопроцентная предоплата, да, то гарантия банка бы вам позволила снизить ваши риски по финансовой риске, да, проговорите переход права собственности и риски, это очень важно в международных поставках. Возможно проговорить с ними разбивки платежей, это также повысит надежность вашего поставщика, да, если поставщик готов на постоплату уходить, значит он уверен в тех сроках, которые он выдержит, потому что он же тоже формирует некие свои планы финансирования, некие свои бюджеты движения денежных средств. Ну и другие условия, которые я прописала на данном слайде, которые вы также можете использовать как инструмент повышения надежности вашего поставщика, если вы будете их включать в ваши контракты с ними. Итак, что мы с вами сегодня разобрали? Мы с вами сегодня поговорили о том, что очень важно заниматься оценкой ваших поставщиков на всех четырех стадиях, которые мы с вами говорили. Очень важно давать обратную связь вашим поставщикам, разрабатывать программы развития, разрабатывать мероприятия по улучшению ваших условий, заниматься полноценной работой с поставщиком, работать с рисками и прописывать эти риски в договорных документах, то есть заниматься договорной работой. Ну а кроме этого, что еще, о чем мы с вами сегодня не говорили, но что также повышает надежность вашего поставщика? Это некие проектные работы с вашим поставщиком. Например, вы совместно разрабатываете новинку, либо внедряете новинку вашего поставщика в производственные цепочки вашего предприятия. Вы занимаетесь претензионной работой с поставщиками не только по срокам и качеству, но и моментам сервиса, постпродажного обслуживания, по запчастям, по комплектующим. Вся эта работа позволяет вам оценить надежность поставщика и вообще сформировать пул таких надежных поставщиков. Ну и немаловажным моментом является та автоматизация, которая есть у вас на предприятии, то есть некие IT-решения, IT-поддержка, база данных, история работы. Если это все у вас есть в вашей ERP-системе либо той системе, которой вы пользуетесь, и вы можете одним кликом вообще поднять всю историю работы с этим поставщиком, то вам это тоже дает достаточно глубокую картинку того, как работает поставщик, насколько плотно он с вами работает, как реагирует на ваши запросы, как часто он вообще с вами общается. Это все также позволяет оценить надежность поставщика. Да, коллеги, я вас всех приглашаю на авторскую программу «Школа закупщика». Мы с вами поговорим о целях и задачах, которые стоят перед закупками, перед отделами закупок, о процессах, которые происходят в закупках. Поговорим с вами про управление спросом, про управление потребностью, про управление поставщиками, в том числе более подробно и детально, с возможностью самостоятельной оценки. Проведем работу по управлению поставщиками, где вы на практике сможете все эти оценки провести самостоятельно по вашим поставщикам и по кейсам, которые я вам буду предлагать. Потренируемся в переговорах с поставщиками и поговорим про те компетенциями, которыми должен обладать каждый закупщик для того, чтобы достигать цели предприятия. Новая программа, специально разработанная для руководителей, для линейных руководителей отдела закупок, для специалистов. Всех приглашаю. Уверена, что это будет очень полезно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова